Девушки отдыхают А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Готово! Может уже прокатимся? Тут докрутить, здесь подтянуть Да сколько можно-то? Это сложнейший механизм Должен работать как часы Теперь все? Вроде да, почти Аттракцион надо испытать Я и говорю, врубай! Нет, жди меня здесь И ничего не трогай Самые простые аттракционы Это качели, карусели и горки Они есть на каждой детской площадке Но все обожают огромные аттракционы Которые могут на большой скорости Поднять тебя вверх Хорошенько покрутить Или даже перевернуть вниз головой Перед запуском Такие конструкции долго и тщательно проверяют А первыми пассажирами здесь становятся тяжелые мешки Или манекены Ого! Это мы удачно зашли! Твой аттракцион? Наш с Игриком Эй! Игрик сказал не включать Сначала испытать надо На нас и испытай Но Игрик Вот заладил Игрик, Игрик Ты сам не можешь запустить Я? Ну да Ха! Игрику можно, а тебе нет? И правда Я тоже в кнопках разбираюсь Готовы? Сейчас-сейчас! Это все? Да, лучше Игрика дождаться Ладно, выпускай Как? Пошутили? Хватит! Открывай! Супер! Еще кружок? Ну ладно У-ху! Останавливай! Эй, ты шутишь? Наверное, это Тормози! Хватит! Рычаг! И долго нам висеть? Тебя вообще нельзя пускать в технике Я думал, тут все просто Стой! Ничего не трогай! Хватит с нас испытаний! Повисим! И где этот умник прохлаждается? Норик, я же запретил трогать! А если бы близнецы свалились оттуда? На любых, даже самых простых аттракционах Важно соблюдать несколько правил На качелях или каруселях Нужно держаться очень крепко Прежде чем сесть на большой аттракцион в парке Лучше вытащить все игрушки и телефоны из карманов На большой скорости они могут улететь Проверяйте, хорошо ли закреплены ремни безопасности И ни в коем случае не отстегивайте их Кататься с едой вообще опасно! Можно подавиться или измазать соседа Садитесь только на те аттракционы, где есть контролер Ну и, конечно, не трогайте детали механизма Следуйте этим советам и катайтесь с удовольствием! Аттракцион готов к работе! О, наконец! А мне можно? Может, еще раз испытать? По-моему, наш изобретатель слишком много сомневается А давай его и прокатим! Попадай! Я не уверен О, а эту кнопку мы еще не нажимали Не трогай! Это сюрприз! Сюрприз для шпули А давайте еще раз! А давайте еще раз! Рюкзак Все! Уроки готовы! Пошли играть? Дим Димович, разве так рюкзак собирают? Ну да! А что? Ты же теперь ничего там не найдешь Найду! Да! Ну вот найди линейку! Вот! А ластик? Сейчас, сейчас! Да где же? Не получается! Какая жалость! Да это рюкзак такой дурацкий! Рюкзак не виноват! Если аккуратно сложить, все само найдется! Это из помогатора все само в руки падает! Точно! Вот что мне нужно! Помогатор! Помогаторы бывают только у фиксиков! И у меня будет! Я сделаю! Ха! Не сможешь! Сможет! Я ему помогу! Ну-ну! Рюкзак – это мешок с лямками для плеч! Его придумали для того, чтобы переносить тяжести на длинные расстояния! И чтобы освободить руки! Рюкзак помогает держать осанку и не сутулится! Ведь вся нагрузка переходит на мышцы спины и позвоночник! А сколько важных вещей можно уместить в рюкзаке! Особенно, когда в нем полно карманов! И тогда все сложено аккуратно! Сначала рюкзаки были тяжелыми и неудобными! Их сделали из дерева и кожи! Такие мешки носили древние охотники! Потом появились рюкзаки из брезента! У путешественников и военных! А сейчас рюкзаки стали такие легкие, что по плечу даже детьям! Испытания первого в мире человеческого помогатора начинаются! Я готов! Достать из рюкзака… Ой, то есть из помогатора! Ластик! Есть! Ух ты! Достать ручку! Есть! Есть! По техническим причинам объявляется перерыв! Испытание первого! Я знаю, я знаю, начинайте! Достать ластик! Угу! Ну, допустим! Достать ручку! Ого! Живейка! У меня помогает! Ха-ха! Класс! Испытание первого в мире человеческого… А где, Норик? Придет! Позже! Испытание… Проехали! Давай сразу к делу! Начинай! Ластик! Это мы уже видим! Ручка! А линейку? Линейка! Боробан на трет! Линейка! 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 Чебник – это тяжело! Да… Изобретатели… Ваше изобретение нужно доработать! И я знаю как! Как? Научиться складывать вещи в рюкзак! Аккуратно! Аккуратно! Долго и скучно А сейчас будет весело С утра собрался в школу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там всякие приколы Поместятся внутри Поместятся, поместятся Поместятся внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто Брат пойдешь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдешь Идешь гулять по лесу Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Рюкзак с собой бери Там рюк любого леса Поместится внутри Поместятся, поместятся Поместятся внутри Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадёшь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдёшь Без рюкзака, без рюкзака В дороге просто пропадёшь А с рюкзаком наверняка Ты далеко пойдёшь ПИРАМИДА Пирамидус рассказывал, что там есть еще лабиринт и мумия Фанфарона Фараона Египетские пирамиды – удивительные древние сооружения Самая большая из них – пирамида Хеопса Ей больше четырех тысяч лет, а высотой она больше ста метров, как дом в сорок этажей Как в те годы можно было соорудить такую громадину? Загадка! Да, подъемных кранов тогда не было Некоторые даже думают, что пирамиды построили инопланетяне И я же подозреваю, что тут не обошлось без пиксиков У тебя лабиринт есть? Конечно! Покажи! Ты что? Я ее только что собрал! Хочешь, чтобы мне приз не достался? А это что такое? Ты куда? Я только лабиринт посмотрю! И мумию! Какую мумию? Так, куда идти? Заблудишься! Не впервой! Стой! Что если сюда? Теперь сюда! Выходи! Тут я уже был! И тут тоже! Ой! 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 Кажется, я заблудился! Что? Привет! Ты Нолика не видел? Там! Пошел мумию искать и потерялся! Мумию? Настоящую? Класс! Стой! Нолик! Ау! Ты тут? Нет! О, где? Тут! Кто так лабиринты строит? Эй! Вас никто не просил туда лезть! С кем ты разговариваешь? Игорь, эти двое в пирамиде! А мне в школу пора! Нолик! Покажи! А я никогда не теряюсь в лабиринте, потому что знаю правила! Надо всегда держаться рукой за стену! Сейчас я их найду! Вы где? Здесь! Кошка! Кошка! И за какую стену я держался? Нашлись? Нет! Окончательно потерялись! Дим Димыч, тебе в школу не пора? Пора! Да! Но у меня полная пирамида фиксиков! Ха! Как в муравейнике! Угу! Один пошел искать мумию! Второй пошел искать первого! А третий их всех! Вы заблудились! А я в школу опаздываю! Слушай, ты их вытрясти не пробовал? Идея! А, подожди! А, подожди! Да я пошутила! Нитка есть? Отправляясь в путь, подумай, как не заглудиться и найти дорогу назад. Не надеясь только на карты и навигатор в телефоне. Возьми с собой компас. Он и без сотовой связи покажет стороны света. Найти север и юг можно по солнцу, звездам или даже по муравейнику в лесу. Взгляни внимательно. Его более пологая сторона смотрит на юг, а крутая на север. А если оказался в лабиринте, тоже не теряйся. Иди всегда, касаясь одной рукой стены. Рано или поздно выйдешь снаружи. Еще можно привязать у входа в лабиринт веревку. И идти по коридорам, разматывая ее по дороге. По ней всегда выйдешь обратно. Первый, пожалуй. Второй. А нолик? Мумия? Живая? Это я! А твое я не нашел. Ее там и не было. Как? Я что, зря заблудился? Ты так спешил, что не стал меня слушать. Но как ты выиграешь без мумии? О, а может ты ей побудешь? Нет уж. Ну, приз получил? Ага, за пирамиду. И специальный приз. За то, что лучше всех знаю, как пройти лабиринт. Опять? Это же снова пирожен. Так и отлично. Я их обожаю. Жалко, что фиксики не едят. Угу. И мумии. Парашют Пасуй, Гик. Вообще-то я Фрид. Разве вас отличишь? Ну да. Нолик, мы опаздываем. Ой, у нас же урок про парашюты. А вы знаете, что мы с Гиком лучшие фикси парашютисты? Не может быть. Мы и вас прыгать научим. Нам некогда. Да мы разок прыгнем. Зато в школу придете готовенькие. Симка, давай на минуточку. Интересно же. И вы все знаете о парашютах? Ага. Парашют похож на большой зомби. В собранном виде он уменьшается за спиной. А в полете разворачивается при помощи специального механизма. Прочная ткань мгновенно раскрывается, как купол. Воздух мешает ему спускаться быстро. Так что даже большой человек может не бояться упасть. Но парашютный спорт – это все равно не шутки. Тут нужна специальная подготовка, сноровка и панкипировка. Вот, надевайте. За качество вручаемся. Помогатор-то сними. Симка, да никуда он не денется. Ладно, разочек. Главное – вовремя дернуться это кольцо. Ну, поехали. Класс! Это еще что? Ну как, лучше, чем в школе? Мы опоздали! Бежим! Ну теперь-то куда спешить? Сейчас будет самое интересное. Ох, страшно! Страшно круто! Вы с ума сошли! Разобьемся! У-ху! Е-хо-хо! Так, с меня хватит. Молик, пошли. Ой, а как мы сюда залезли? Помогаторы! Опа! Ха-ха! Эй, прыгайте! Денесите! Помогатор! Да раскроются! Прыгай! Да нет же! Это они такую фигуру делать будут? Ага. Круто! Помогатор! Сюда! Сюда? Нет! Я больше не полезу! Чего не понимают? Помогай! Помогай! А-а-а! 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 Торгай за кользо! Заклинило! А-а-а! Щишки! А-а-а! А-а-а! Запасно! А-а-а! Эффектно! Эффектно! Да мы из-за вас чуть не разбились! Что здесь происходит? Дедов, мы просто... В школу прогуливаете! Да! Хм! Оригинально! Чья работа? О-о-о! Здравствуйте! Здрасте! Это наш парашют! А это наши друзья! Брит и Гит! Хм-хм! Только наоборот! Блесницы! Прекрасно! В какой же школе вас этому научили? Мы дома учимся! А-а-а! Учиться чему-то новому можно не только в школе! Многие человеческие дети по всему миру занимаются дома! И физики тоже! Везде свои плюсы и минусы! В классе, например, учеников много! Могут и не спросить! Дома же, когда учишься один на один, нужно всегда быть готовым на отлично! Как же одноклассники, спросите вы! Ведь вместе веселее! Хе-хе-хе! Когда я был спорником, то иногда очень любил ненадолго от всех спрятаться! И в тишине поломать голову над какой-нибудь задачей! Да! Но на самом деле не так уж и важно, учишься ты дома или в школе! Главное, делать это с интересом! Ну вот что! Хм! А в мой класс пойдете? Мне такие ученики нужны! А помогаторы дадите? Конечно! После экзамена! А фиксиборды? Хе-хе-хе! Это пожалуйста! Крючок! Уху! Синка, прыгни! Брик! Зачем вы сцепили фиксиборды? Так паровозикам веселее! И я Брик, а он Гик! Хе-хе-хе! Здрасте! Вещи не по назначению используйте! Ну-ну! О, а как надо? Приходите в школу, узнаете! Мы как раз хотели! Сначала познакомьте меня с родителями! Сегодня! Жду! Опа! Хе-хе! Ой! Крючок! Ненадежная штука! Хе-хе! Зато многофункциональная! Крючок! Не просто удобная вешалка для курток и ключей! На стройке крюки подземных кранов переносят грузы! Рыбаки берут крючки на реку, а альпинисты в горы! Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой! Крючком с длинной ручкой бабушки вяжут шарфы! В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк! Да что там! Даже клювы когти птицы скрючены! Чтобы колоть орехи и держаться на ветке! Нефиксики! Большой мальчик! А-а-а! crib! Вы в порядке? Еще спрашивайте Простите? Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое А с виду завидный фиксик Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да, то есть нет Ну, знайте Намудрили Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю Вы здесь работаете Ой, догадливы А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Но вы же сказали позвать родителей Бася Бася? Дети? Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков? Возмутительно Вы кое-что забыли Это вы придумали? Хе, моя школа Эм, вообще, они у меня воспитанные В бабушку Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала с места на место Где я только не была Как-то в Париже Станчилась внушку Эйфелевой башни Когда ее строили А в Англии Чилый лучайник самой английской королевы Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела на свалке Две шестеренки Ржавые Ну, хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И превратились в дикое фрика И теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается, дедус вас на крючок поймал Да, именно так Прошу заметить Благодаря ему я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Так а нам в школу Теперь можно ходить? Думаю Здесь вам будет Чего поучиться Только без ваших шуточек Вот это мы не обещаем Но постараемся Тыдыщ! Страховка Ну что, идем Лизоньку пугать? Спрашивай! Тогда вперед! Эй, Нолик, ты куда? А скалолазание? Мы же договаривались Сам просил научить Ой, Фаер, прости Тут просто близнецы позвали Я тебя тоже позвал Ну, а не раньше Хочешь с нами? Нет уж Фаер, ты что, обиделся? Иди, иди Заждались уже Хорош, друг Променял на новеньких Но ничего, ничего Сам еще назад проситься будешь Подтягивайся Подтягивайся Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа На поясе у альпинистов и скалолазов есть специальные ремни с петлей. В петле пристегивается крючок с защелкой. Карабин. Он соединяет человека с прочной веревкой, которая защищает от падения. Это и есть страховка. Кстати, страховка есть не только в горах. Она удерживает мойщиков окон в небоскребах и не дает упасть гимнастам под куполом цирка. Даже ремень безопасности в машине – это тоже страховка. Ладно, Ноличек. А что ты на это скажешь? Давай, давай, Нолик. Еще чуть-чуть. Давай, давай, Нолик. Еще, еще. Получилось! Три! Смотрите, мы только на одну гору забрались, а Фаер на десять. Я и мой лучший друг Игрик. А как же я? Так, подождите. По-моему, кто-то ловко монтирует. Видишь? Игрик с другого снимка. О, а тут вообще лаборатория видна. Так что твой лучший друг никуда не забирался. То есть... Ну зачем тогда? Что, Нолик, сколько тише у вас? Куда твоим скалолазом до меня? Ага. Врешь ты тоже лучше всех. Чего? Твои горы ненастоящие. Чего это ты так решил? У тебя даже страховки нет. А она мне не нужна. Эй, остановись! Упадешь! В отличие от вас, я ничего не боюсь. Скорей, в лабораторию. Он без страховки сорвется. Пусть его Игрик страхует. Помогите! Фаер, держись! Мы тебя спасем! Прежде чем пойти в настоящие горы, новичкам лучше потренироваться на скалодроме с инструктором. И хоть горы там искусственные, все равно важно соблюдать правила. Из одежды лучше всего подойдет спортивный костюм. На ногах должна быть специальная обувь с нескользящей подошвой. Лезть можно только тогда, когда инструктор проверит, правильно ли надета страховка и надежно ли она закреплена. В ожидании своей очереди отойдите от стены. Не то на голову может спуститься другой скалолаз. И никаких салфи на высоте. Падать со страховкой не страшно, но добраться до вершины куда интереснее. Ты же мог погибнуть! Можно подумать, кто-то переживал. Мы все переживали. Правда? Нолик, ты мой самый лучший друг. Угу. Игреку не говори. Кстати, хорошая высота. Полезли? Но черт по нашим правилам. Би-бей! Гироскутер. А ты так не можешь! У тебя фиксиборда нет! Подумаешь! Мне родители гироскутер подарили. Борт! Человеческий фиксиборт! Ого! А трюки на нем можно делать! Ха! Еще как! Я бы тебе показал. Только на улице дождь. Ну и что? Эх ты! Он же электрический! Гироскутер похож на скейтбор, но с большими колесами, в которых есть электромотор. Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал мотором. Можно ехать! И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор. Но это не беда. Главное не кататься по лужам и сугробам. Если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться. Так ты дома прокатись! Нет! Тут пол кривой! Хе-хе-хе! Может, ты просто не умеешь? Оп! Па-бам! Ну, езжай! Не могу! А, его включить надо! Ой! А, ой-ой-ой! Ох! Да говорю же, это все пол. Я бы даже на самокате упал. Ага, конечно! Хе-хе-хе! Если ты такой профи, покажи, как надо. Легко! Инструктор Долик всему тебя научит. Повторяй за мной. Только шлем надень. Вот так! Попробуй двумя ногами запрыгнуть. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Хм... Давай задом наперед! Страшно! А ты глаза закрой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я же пошутил! А этот шлем тебе идет! Хе-хе! С таким тренером никакой шлем не поможет. Ах так! Да это тебе! Никакой тренер не поможет! Я и сам научусь! Давай-давай! Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет. Но падать у него лучше получается. Мм... Вообще-то дома кататься нельзя. Это все знают, кроме вас. Но дома можно научиться держать равновесие. Давай покажу. Только защиту надень. КОНЕЦ Класс! Симка, ты настоящий тренер! Теперь я и кататься смогу! Оп! О! Симка! А как? Нормози! Стой! Куда? Ой-ой-ой! Куда-куда-куда-куда? Ай-яй-яй-яй! Хорошо, что он в шлеме. И в защите. На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра. Поэтому управлять таким транспортом надо осторожно. Всегда надевайте защиту и шлем. Пока едете, будьте внимательны. Смотрите под ноги и по сторонам. Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит. А если надо перейти дорогу, слезьте со своего транспорта и идите пешком. Помните, что кроме вас на улице есть и другие участники движения. Каждому должно быть удобно. Пешеходы гуляют по своим дорожкам, вы катаетесь рядом, а автомобилисты едут по проезжей части. Здорово, когда все уважают друг друга. Дим, Дим, ты цел? Мы же договорились, дождь закончится и пойдем. Что, не терпится испытать? А, ладно, я тоже разочек прокачусь. Сейчас папа тебе мастер-класс покажет. И оп! Кажется, это у них семейная. Любой человек, когда садится на велосипед или встает на самокат, сразу становится водителем. А значит, должен кататься по всем правилам. Совершенно не важно, ребенок он или взрослый. Это касается каждого. Но когда водитель превращается в пассажира, думаете, можно расслабиться? Как бы не так. Тут тоже свои правила. Самое главное пристегнуться и напомнить другим, если они забыли. Во время поездки не высовывайтесь в окно и тем более не открывайте на ходу дверь. А еще, пожалуйста, уважайте водителя. Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла, лучше посмотрите мультики. Похоже, папа себе подарок купил. Воздушный шар Мяч не попадешь. Запросто. Хм, так каждый может. А ты попробуй, чтобы мяч сначала от пола откачил. Легко. Ой, что мне от родителей будет? Может, позвать Симку? Симка! Ой, что нам сейчас от Симки будет? Ну что, доигрались? Мячом надо играть на улице. Теперь придется люстру чинить. А как? Туда только мой папа дотянется. Почему только твой папа? У тебя же есть воздушный шар. Он не летает. Он игрушечный. Это для тебя он игрушечный. А для нас, фиксиков, самый настоящий. Если какой-то предмет легче воды, он всплывает. Точно так же любой предмет летит вверх, если он легче воздуха. Всем известно, что горячий воздух легче холодного. Поэтому для того, чтобы воздушный шар полетел, воздух в нем нагревают с помощью специальной газовой горелки. И чем больше шар, тем больше людей он может поднять в воздух. Я все понял. Но ведь нужна горелка. Чтобы у фиксиков не нашлось горелки. Ха! Вот именно. Снимай шар. А я пойду уговорю родителей. Нет, нет и нет. Человеческий ребенок не должен нас видеть. Ты же знаешь, Симка, мы не одобряем даже то, что он видит вас с Ноликом. Он не будет смотреть? Ну, папус, ну ты же сам рассказывал, как тебя готовили к полету на космическом корабле. Да, два года я был дублером, но только не полетел. И на воздушном шаре ты тоже никогда не летал. Вот и договорились. Я их уговорила. Только одно условие. Не смотреть. Ладно. Можно! Горелки, достать! Есть! Достать! Разрешите взлет? Взлет разрешаю! Поехали! Ура! Полетели! Не смотри, ты обещал! Ой, я не чаю. Приступаю к устранению неисправностей. Слежу за поддержанием высоты. Все, они на месте. Классная штука, воздушный шар. Интересно, а кто его придумал? Братья Монгольфье. Воздушный шар придумали в 18 веке братья Монгольфье из Франции. В те времена не было газовых горелок, поэтому воздух в шаре нагревали, сжигая соломку. Сначала на воздушных шарах не было пассажиров, не считая, конечно, фиксиков. Без них ни один шар воздух не поднимешь. К сожалению, имя фиксика, совершившего первый полет, в истории не сохранилось. После фиксиков первыми воздухоплавателями стали животные. Баран, петух и утка. И только после того, как эти трое благополучно прилетели целых 4 километра, на воздушных шарах отважились летать люди. А воздушные шары с тех пор еще по-другому называют Монгольфьерами. Ура! Дыбыч! Дыбы! Здорово! Симка, передай своим родителям огромное спасибо! Ладно. Кстати, можно уже смотреть. Слушай, Симка, я тоже хочу на шаре полетать. Ну нет, Нолик, тут нужна горелка, а огонь детям не игрушка Я придумал, мне же все равно шаг на место вешать Так я вас покатаю Ух ты, класс, дымка, мы с тобой, прямо как братья в Мангальде Почему же они братья? Ну ладно, как брат и сестра в Мангальде Железная дорога И тут на Землю неожиданно попадает инопланетный корабль Да! Если подмога успеет вовремя, мы спасены! Быстрее, быстрее, раскружаемся! Быстрее! Дим Димыч, мы пришли играть! О, вы будете инопланетянами! Какими еще инопланетянами? Обыкновенными, которые прилетели захватить Землю и все здесь разрушить! Не хотим мы ничего разрушать! Мы лучше будем машинистами поезда! Машинистами? Да вы ничего в железных дорогах не понимаете! Это мы-то не понимаем! Люди очень давно придумали рельсы Но сначала они были деревянными Только в конце 18 века начали делать рельсы из металла На первых железных дорогах локомотивов не было А вагоны прицепляли к лошадям Потом на смену лошадям пришли паровозы В их топках сжигались трава и уголь В котлах кипела вода, а фар вращал колеса Тут уж без фиксиков не обошлось Ведь кому-то нужно было следить за паровыми машинами Паровозы теперь ушли в прошлое Зато появились электропоезда Которые мчатся по железной дороге Почти со скоростью самолета Все равно вы будете инопланетянами Железная дорога моя Значит, играем по моим правилам Разгрузка закончена Поезд отправляется Ту-ду! Вот сам и играй, Чук-Чук! И буду! Эй, почему стоим? И так не едет Ни туда, ни сюда Симка! Нолик! Вы где? Обиделись, что ли? Мам, а папа скоро придет? Нет, а что случилось? На нас напали инопланетяне Надо срочно починить поезд Иначе мы все погибнем А, угу Компот будешь? Эх, компот тут не поможет Симка, Нолик! Я же знаю, что вы здесь Простите меня, если я вас обидел Ну, пожалуйста Никто, кроме вас Не спасет Землю От инопланетян Ладно Опять уговорил Так Проверим рельсы Нолик За мной А я быстрее! Ау! Вот тебе и быстрее Зато я нашел разрыв Дим Димыч Тут рельсы разошлись Вижу И что? А то По этому поезду не едет Твоя железная дорога Работает на электричестве Но в электровозе, который тащит вагончики Нет батареек Электроэнергия к нему поступает через рельсы То есть каждый рельс Это еще и провод По которому течет ток Если рельсы разошлись То электрический ток по ним Течь не может А без тока Двигатель электровода работать не будет Соедини рельсы И поезд пойдет Так Так Хоп Ура! Есть контакт! Ну что, теперь давайте играть? А по каким правилам? А по каким захотите? Поезд мчится вперед! Его ведет мужинист Нолик Неожиданно появляется инопланетный корабль! Приветствую вас, земляне! Я прилетела из другой галактики! Чтобы все здесь разрушить? Нет! Чтобы все здесь починить! Навигатор Два Три Четыре Стоп! Чья очередь? Моя! Пять! Раз Два Три Три И Погоди, я думаю Направо или налево? Думай быстрее Малик, ну что там делаешь? Ничего Стою на месте Вот и стой на нем Фаер Ходи! Что это? Это мой фикси-тап Ой, у нас же урок в школе! Бежим! Отыграй! Потом! Как только фиксик начинает ходить в школу, ему выдают фикси-тап Это такой маленький компьютер, который может все Или почти все Учиться с фикси-тапом одно удовольствие Его можно читать как книжку В нем можно писать как в тетради Он позволяет слушать музыку, смотреть фильмы Находить дорогу, переговариваться и переписываться с друзьями А еще через фикси-тап можно выйти не только в обычный интернет Но и в секретный интернет фиксиков И узнать новости из их мира В фикси-тапе даже есть игрушки Хотя, конечно, лучше бы их там не было А то уж больно они отвлекают от учебы Я знаю короткую дорогу Сюда! А теперь куда? Я думаю Лево или направо? Думай быстрее Хм, не помню Так И что теперь? Вернемся назад Мы отсюда прилетели? Нет, отсюда! А по-моему отсюда Кажемся заблудили Только без паники Я просто ойкнул Без всякой паники Все из-за тебя Из-за твоей короткой дороги Как же мы отсюда выберемся? Не знаю Но на урок мы точно опоздали Исса некоторых Я же не специально Теперь от дедуса попадет Что с тобой? Кажется я нашла выход Где? Здесь Я вспомнила У нас же тут есть навигатор Класс! А что это такое? Навигатор Это такая электронная карта Которая помогает находить дорогу Навигатор умеет Определять место где ты находишься Например по сигналам со спутником А если ты еще введешь В него адрес места куда ты хочешь попасть То навигатор проложит туда маршрут А потом он всю дорогу будет подсказывать тебе Куда нужно поворачивать Чтобы ты добрался до своей цели Так Сейчас мы здесь А куда нам надо? Как куда? В школу! А где она? Не знаю что ли? В лаборатории профессора Чудакова Тяжелые Введите адрес Лаборатория профессора Чудакова Подождите Прокладываю маршрут Прокладываю маршрут По навигатору нам сюда А вы чего ждете? За мной! Если вы вдруг отклонитесь от маршрута То навигатор сам Вот и опоздавший Вы сегодня пропустили важный урок Мы заблудились Извините А мы между прочим Изучали навигатор Подумаешь Мы его на практике применяли Да Он нам помог найти дорогу Но раз так То вам повезло Двойки я не поставлю Но в следующий раз Не опаздывать А мы в следующий раз Не пойдем Короткой дороге А кто такие фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет 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 Продолжение следует...